Смачно есть. 16-й тыдень белорусской кухни стартовал в столице. В этот раз в Минску готовят 90 кафе и ресторанов. Концепция гастрофестивалю неизменная. Однольковая рецептура и кошт для всех удельников. А вот меню завсёды новое. На этот раз пропонуют сет с пяти страв. Тыдень национальной кухни сыпал с масляницы. И тому на десерт ведома ж блины. Подробязное меню Натальи Кузьминской. На кухне шефа Кирилла Фёдорова смажутся свинные рыбры, густея духмянная гарбузовая полюка. У специальным меню страва белорусской кухни от головного кухмайцера этого ресторана. Миновита Йона, аутер меню этого тыдня белорусской кухни. Это мой первый такой опыт. Может быть, такой городской. Что-то делать для городского конкурса, не для своего ресторана, не для своего производства. Поэтому мне было интересно почитать литературу, почитать старые рецепты и немного преподнести это в современные интерпретации. Тыдень белорусская кухня стал уже традиционным. И он проходит у столицы 16-й раз. И коли на старте кулинарного проекта у им удельничали усяго 10 кафе, то зараз тему национальной кухни подтримали 90 объектов харчевания. В этот раз у нас тоже 5 блюд. Все они нестандартные, все они индивидуальные. У нас пятый год по счету проходят данные мероприятия. Блюда у нас никогда не повторялись. Самые смешные рецепты за всю историю основания этого гастропроекта вырешено объединить эту кулинарную книгу. Махчамаяна будет складена до 20-го юбилейного тыдня белорусской кухни. Вчерговый фестиваль белорусская кухня удалось упасть с сырным тыднем. Якая же масляница без блинов. У меню трапили вот такие пышные оладки с творожно-мятным кремом и клубничным соусом. Выглядая вельми аппетитно. А кроме того, у меню трапили полевка с гарбузом и птушкой, изразы с пюре и грибами у сметане, свиные ребры у глазуры с квасу и не только. Во всех кафе и ресторанах, где проставлено специальное меню, кошт страв от ноль кавы. Наталья Кузьминская, Владимир Тиханович, агентство отеля Новин.